Итак, продолжаем нашу трансляцию. Это уже третий раунд. Играют два довольно-таки сильных коллектива NoLifers против Empire Gaming Astana. Как вы видите, уже есть два первых пика, и плавная игра переходит ко второй стадии пика банов. Вернее, баны закончились, пики сейчас начнутся. NoL5 взяли себе Doom и Earth Spirit, а EGA забрали Furiona плюс Mirano. Две комбы, обе комбы хорошие. То есть, это будет стрела под Furiona какая-то, и это будет куча контроля и периодического дэмэджа от Doom с Earth Spirit. По банам у нас Чен плюс Beastmaster в первой стадии отлетели от NoL5, и Bounty Hunters войдом от EGA. Во второй стадии Война и Леона решили NoL5 забанить, и сразу же берут инбокера на третий пик себе NoL5. Не хватает какого-то контроля, под него, видимо, все это будет закидываться. И Castrier Spirit, и Sunstrike, возможно, тоже. Добирает алхимика EGA, добирают аппараты NL5. На аппарате Заяц уже показывал сегодня. А тут он как раз против алхимика, очень даже и неплохо заходит. Вторая стадия банов были Спектра и Клопа, забанены Empire Gaming Astana командой. Думает Sentinel над четвертым пиком, когда уже видел аппарата, немножко подзадумался, берет Рубика. Думают NL5 над Баном. Пока что просто 40 секунд самого Бана потратили бонус тайм, не тратили. Банят Night Stalker. Антимага банит EGA. Странно, почему антимага. Ого, Рики, Рики Мару на Ласт Пик от EGA. Это будет роуминг Рики. Будет интересно понаблюдать за ним. Чем же ответит NL5. Баунти Хантер в Бане. Саппорты уже заняты. Остался Керри. Керри, который сможет что-то делать под тучкой. Ну, я думаю, что это будет либо Ласт Силь, либо какой-то Джаггер. Это будет Свен. Прям такой физикой решили, то есть от физики решили защищаться, но тут костов очень много. Все равно. Свен вообще пробивает алхимика. А тем более под аппаратом. Так что выглядит довольно неплохо этот пик. Посмотрим, посмотрим, как реализуют свои пики обе команды. Тут у нас будет что-то интересненькое. Уже что-то рисуют на карте, я слышу, но пока что не вижу самой карты. Потому что не взял аппарата Заяц. Обсуждают, кто куда пойдет, то что будет делать. Напоминаю, это четвертый сезон Game Show Open. Команды сражаются за 325 тысяч рублей. Это пока что Open квалификация. До призовых еще очень далеко. Нужно будет пройти региональные финалы, в которые попадет 8 команд, занявших в топ-2 квал. И потом с каждого региона поедет по команде в Вильнюс, в Литве, на Лан. Где будут разыграны 325 тысяч рублей. Пауза до сих пор держится. Аппарат не подошел к компьютеру. Не взял своего героя. Крутой свет у Рубика. До сих пор держится пауза. Сатаров пока никаких нету. Ну вот уже подключается Заяц. Расскажу, кто где играет. Компе команды готовы. На инвокере играет Наполеошка под ником Twisted. Рунац играет на Doom'е с ником NightTheHooligan. На Вирспирите я не знаю, кто играет. Но указанник Чуаншуа. Шоколадный Заяц на аппарате. И никопол на Свене. За Radiant, за команду EGA. Рубик это Sentinel. Фурион. Вики Кристина. АФК стоит или что. Будет стопать крипов на линии. На Рикимару играет С8. На Альхимике Либра. И на Миране будет катать экстра. Мирана, видимо, в кире. С Бэндом и Тангусиком. Вот уже нарезает Рикимару. Типа, иди сюда такое. Катился Чуаншуа. Не пожалел даже камня на это дело. Пингуют обе команды на разные места. На варды. Видели, как был поставлен этот вард. Похоже, этот вард тоже сейчас снимут. Потому что в кирере прилетели с центри. Или же это были дасты для Ир Спирита. Я не видел, что именно. Вот уже преимущество в Рикимару. 25 экспириенса. Ну и 100 голды тоже неплохо. Забирают топ руну НЛ5. Вот он забирает алхимики с EGA. Расходятся по линиям обе команды. Ничего не произошло. Хотя смог разбивался на базе у EGA. Разбивался он, чтобы поставить быстро варды. Беспалевно. И это получилось сделать. Более того. Благодаря этому смоку и быстро поставленному вот этому обсерверу. EGA спалили вот этот вард от НЛ5 на хайграунде. Раздваили, получили преимущество. Думают, куда вкатит Север Спирит. В какого фуриона влететь. Видит его, конечно, фурион. Тут ничего не получится сделать. Рикимару думает, чтобы ему такого придумать интересного в миде. Курьера уже с плаской получил инвокер. Куру это никто не подрезал. Алхимик фармит. Алхимика один за Денайн и один дебит и крип. Вот уже вкат на Рикимару. Есть досты. Риги отсюда живым прядью идет. Прожимаются досты на очень поздно. Хотя смотри, что происходит. Тучка кидается. И вынужден инвокер отойти. Поздно были нажаты досты. Думаю, если бы досты были прожаты сразу, то Рикимару бы отправился отсюда в таверну. А так он, считай, выиграл 90 голды для своей команды. Показывает фурион, что что-то здесь не так. Якобы он раздевардил. А что, таким па нету? А, что его раздевардили, показывает. Да, действительно, быстро нашел обсервера Заяц. Сейчас отведет двойной пул. Застаканный. Фурион отсюда получит меньше экспы, чем хотелось. Аппарат левел один. Тяжело будет с левелом аппарата. Против фуриона. Больше он не позволит отпуливать. Берет Дум. Руну на боте. Дум левел 3 уже. Как хорошо все у Дума. Третий раз подряд Дума берут. Команда НЛ5. Очень интересно. Дум решил избавиться от крипов, которые отведены были на маленький кемп. Он перевез их на большой кемп и сейчас получит дополнительно еще и половину кемпа нейтралов. Хотя бы маленького крипа. Мелочь, но приятно. Рубик занимается стаками для алхимика и помогает ему в миде. Фурион был вынужден уйти в лес. Раздевар для пул Заяц. Сделал один пул с маленького кемпа. Теперь делает с большого. И вряд ли Фурион тут что-то получит. Бегает Эр Спирит в миде. Не знает чем себя занять. Что придумать. Изи 11 голды для алхимика. Нашли чужую Сентрю. Но оно и ожидаемо, что она где-то здесь должна была находиться. Вот и Ферстблат подъехал. Убивают Нейчерс Профита. Слишком загулял он. Решил понаглеть не собой, а пеньками. Пошел драться за большой кемп. Настаканный за свою экспу. Но надо было все-таки пеньками это все делать. В итоге подарил Ферстблат. Кому подарил? Подарил аппарату, у которого уже левел 3. На 4 минуте. Вот теперь я скажу, у аппарата все хорошо. У него есть 700 голды. Курьер апнут. Все просто прекрасно. Вот Фурион прилетает опять. Вызывает пеньков. Кемп не заблочен. Сейчас будет фармить его он. Баунти руну забирает. Эр Спирит. Получает течку от Рикимару. На этом роумеры обоих команд разошлись. На топе все просто. Выиграла команда НЛ5 линию. На миде стоят ребята ровно. Кто-то приходит, что-то делает. Не знаю что. Чуть-чуть роуминг получился сильнее у ЕГА. Потому что на Рикимару тратится очень много детекшена. Много денег тратит НЛ5. Но пользы этой никакой не приносит. Ворует Эр Спирит Экспириенс. В миде нужны скиллы. Уже четвертая минута. Надо что-то делать. Придумывать номера. Но тоже особо не повыходишь. Она с липом. Но вот сейчас Дум 6 левел лапнет. И может быть придет Эр Спирит сделать какой-то килл. Рубик очень сейфовый. И ромит по лесу. А вот кстати стрела. Прилетает сюда Фурион. Есть Сайрон Таллон. Ну закрыл ты, ну и что. Вряд ли убьют Дума. Тут еще Фласка есть. Если что надо, отопьется. Ну мог бы Абрашана умереть. Я думаю это было бы более профитно. Купил бы себе еще ТПшку. Прилетел бы чуть-чуть позже. Но зато Фуловый с Флаской. А так 100 гол и потерял. И что. Не Фуловый же. Зато получил левел на большом кимпе. Сейчас выйдет в мид. Возможно сделать какой-то килл. Нападают на инбокера. Почти убивают. Немножко не получается. У Рикимару не хватает ДПС. А вот Рикимару уже отсюда не уйдет живым. Умирает. Кидает тучку. Две тучки прям. Такой эпицентр. Грязи на миде. Хочет Дум кинуть Дум в кого-то. Но ничего не получается. Все лоу хпшные бегают туда-сюда. И не знают как бы вынести из этой ситуации пользу. Летит Алхимик. Хелм оф Айронвилл. Теперь его будет сложнее убить. Поставили очень грамотный вард. И 05. Очень тайминговый. Видят все пулы. Будут видеть когда на эти пулы пойдет Алхимик. Могут и сами в смоке прийти кстати зафармить. Если хватит инициативы. Вот уже видят. Дают инфу. Мол смотри Алхимик здесь фармит. Средний кем. Четвертый левел аппарат. Ульты пока нету. Но это не проблема. В смоке уже бегут Дум с Эр Спиритом. Будет повешен Дум. Будет кинут камень. Только подождать по Chemical Rage. Сейчас закончится и можно нападать. Не, слишком сейфово играет Алхимик. Даже не идет фармить эти стаки без ультимейта. Видимо пингуют кстати. Пингуют. Проверяют где находится противник. Догадывается о чем-то. Вот Дум кидается в Алхимика. Мимо пролетает Дордж Спирит. Он все-таки камнем. Он попадает. Летит Рубик на сейп. Кидает. Инвокера убивают. Не повезло Инвокеру. Убегает Дум. Деняет Дума. Хорошая игра от Рубика. Тут же закрывают Дума. Дум убегает живым. Но вряд ли уйдет отсюда Эр Спирит. Эр Спирита отправлю в таверну. А Дум задонается от нейтралов. Вот такой получился выход от НЛ-5. Все очень хорошо прочитал Алхимик. Понял что никого на боте нету. Сразу же как только форма кончилась он отошел. Молодец. И сейф ТП от Рубика. Очень тайминговая. Вот и выровнялись уже по счету. 2 на 2. Мне кажется преимущество все таки за Радиан. Там должно быть по голде. Потому что там Алхимик. Вот небольшой такой период когда вели. Это как раз разница в 2 кила и выигранную топ линию. А теперь все ровно по счету. По Нетворксам. Все это время фармил аппараты Свен. Свен ушел в лес. Крипа он уже отправил. Только крип немножко не дошел. Вернее он стакал. И его не вернули назад. Сейчас этого крипа увидит. Никто его не увидит. Сюда никто не ходит. Кроме команды НЛ-5. Поднимает себе лвл 6 Рубик. Пока что он апнул только 4. И понимает что экспат для него очень критично. Роминг Рикки имеет 5.5. Это круто. В кулдауне Дум вряд ли получится что-то сделать с Алхимиком. Пингуют на инвокера. Рикки Мару пингуют. Мол вон инвокер идет. Но убивать его не собирается. Нету даже ультимейта. Чтобы как-то себя потом засейвить. Фармит стаки Свен. Видит это Рикки Мару. Как минимум экспириенс он за нейтралов получит. Хоть Свену не помешали. Но тоже приятно. Пол лвла получил Рикки. Еще немножко и будет 6. На 6 будет больше наглеть. Больше дайвить. Разбивает смог аппарат с инвокером. Идут куда-то на Рошана. Или же убивать Алхимика. Скорее всего второе. Алхимик. Откдшилась уже форма. Но форма не поможет. Потому что аппарат кинет уйту прямо под ветерки. Минус Алхимик. Тут его никак не засейвить. Если НО5 продолжит такое делать по кулдауну. То у ЕГА не будет шансов. Пытаются как-то цепануть аппарата. Рикки Мару с Хурионом. Ничего не получается. Есть Тангус. Но здесь Рикки ультуют. Немножко не хватает, чтобы убить аппарата. Аппарата все-таки убивают. Туда же отправляется инвокер за ним. Дело ТП-аут в Урион. Ну вроде бы так неплохо. Ответили ЕГА. Обе команды довольны были. В последней минуте. НО5 сначала были довольны. А потом. ЕГА после двух киллов подумали. Ну. Чё, ребята, давайте. Вы приходите к нам в лес. Мы-то догоним вас. Без киллов. И убьём. Ну, шестой левел получает свою распилит. И теперь он тоже будет участвовать в драках. Свен всё это фрифармит. Время прилетает ему ПТ-шечка. С блейдом около Акрити. Паран, наверное, уже пушит тавер. Аппарат пришёл разбанить кемп. Не очень это получается. Не видел я ещё таких сентрей крутых. Видимо, Заяц тоже не видел. Кидается дум на Патму. Тут уже никак не липнешься. Но ульта аппарата летит мимо. Патма решила побежать просто по прямой. Думаю, это не мешает. Он и без аппарата справляется. Пингуют сюда, что здесь есть вард, что его тут поставили. Знают об этом, но пока снять вард некому. На топе фармит Либра на алхимике. Поддавливает в тех местах, где противника нету. Пока что это можно делать. И он это делает. Обманывает Рикимару этой иллюзией. То есть он показывает, что вроде бы всё нормально. Вы поставили центре. Но здесь вот моя иллюзия стоит. А на самом деле тут ещё центря. Очень долго... Будет девардить от кема на У5. Понял, думаю, что что-то не так после того, как Мирана липнулась. Хотя стрела мимо отправляется. Как-то немножко не сыгрались. Ни по тимплейному сработали команда ЕГА. Но есть тут ангусик. Но закрываешься толком. Хотя... Выживает Заяц. Немножко не хватило демиджа. Чуть-чуть. Фармит Алхимик. Не особо его напрягает. Один раз вышли. Инвокер с аппаратом. Потом умерли. Больше не хотят повторять. Это действие. Инвокер соло убивает Рубика. Тут же прибегает Рикки. Прилетает Фурион. Инвокера отсюда не отпустят. Под тучкой. Да ещё и в корнях. Без шансов. Кажется, Т1 на миде сейчас сломают ЕГА. Никто им не помешает. Без инвокера точно драться не будут. ТНЛ-5. Прилетает Яша на Свена. С этим артефактом хотя бы можно как-то драться. Не так просто тебя уже будет раскайтить. Вот Свен заходит в спину. Летит Рубик. Рубик сейчас увидит Свена. Поднимет его. Ух, отстренж на Рубике. Да ты что? Тут же колба в Свена. Свен убегает. Отличный живой папарата по троим попадает. Тут же Яшспирит разрутился. Дум догрызает Алхимика. Но в ответочку Рикки Мара уйтит. На лоу хп всех оставляет. Никого не убивает. И колд фитом замакшенным. Отправляется Рикки в таверну. Прилетел Фурион. Не отгадал. Промахнулся с прутами. Все бегают на лоу хп. Мирана липается. Выживает Мирана. Неужели уйдет? Да, уходит Мирана. Промахивается. Шок вейвом. И от санстрайка уворачивается Мирана. Кидает стрелу. Стрела в никуда. Пять игроков команды НО5 бегают за Фурионом. Теперь уже на развороте будут лис пруты. Мирана как-то умирает. Видимо побегала туда-сюда. Инвокер ее догнал. Думал, она на развороте что-то сделает. Но спать КП ничего не сделает. Рикки Мару. Кидает тушку. Ультует. Думаю, здесь не отпустят. Литра хорошая. Но Рикки заканчивает свое дело. Умирает Фурион судя по всему. Но инвокер за ним тоже отправится в таверну. Сейчас Рикки Мару поможет алхимики. 2 секунды до стана. Неужели... Нет, не задоджит стан. Ловит стан детекшена. К сожалению, нету. И инвокер отсюда уходит. Без проблем. Пушится с тележкой линия на боте. На это поппинговали из НЛ5. Мол, много фарма и тележка. Будет Лимирана помогать пушить. Да, помогает своим крипам. Подходит. Видит Свена и уходит. На этом все. Вот Фурион прилетает в мид. Кидаются Ветра. Кидается Болдер. Роллинг Болдер. Рикки разрутился. В него попадает вот аппарат. А Рикки здесь не выживет. Задело, кстати говоря, и Рубика. Рубика тоже, скорее всего, убьют. Нечем сыпануть. Фурион убегает. Фурион с Рубиком разводят команду в две разные стороны. Не знаю, за кем надо бежать. Прожимается Монбай Шейдл. Выживает в этой ситуации Рубик. Все скиллы потратили на Л5. Может быть, сейчас нужно подраться. Очень далеко зашли. За Т1, за Т2 Тауэр. Поставь фруты. Хорош. Но помощи никакой нету. Дал одну тычку. На этом все. Здесь же со Свеном какие-то манцы происходят. Бегают туда-сюда. В Амиране не попадает ульта аппарата. Но под Думом особо не убежишь. Лип не получится сделать. Фурион прилетел. На него колд снэп, колд фит. Очень много всяких колдов. Случайно Рикимару просвечивают достами. Цепляет Эрспирит Рики. Ультуют в него. Сейчас поставят еще один камень. Четыре игрока. Неужели Эрспирита убьет Рики перед смертью? Хорош. Может быть, эффект достов сейчас закончится. И он еще и выживет, Царюха. Огрызнулся еще потом в спину Думу. Как бы, смотри. Вот. Видишь, как я могу. А у тебя детекшена нет. Кончились всякие варды, которые мешали спавниться крипам. На Эншентах Дайера. Теперь можно будет опять стакать с Веном. Главное, чтобы он об этом не забыл и приручил крипа. Алхимик на топе Сакрит уже имеется. Семнадцатая минута Сакрит и Армлет. Тайминг, может, не самый лучший, но в данной ситуации очень неплохой. Учитывая то, как много драк производится, как далеко давят и наукатик, пытаются всеми силами жать. При этом всего лишь один тавер они сломали на харде. По мап-контролю сильнее позиция у ЕГА. Да, стоят варды в лесу Радиентов, но один вард сейчас закончится. И варды ничего особо не дают. Если сюда заходит НЛ-5 убить Алхимика, то сразу же стягиваются все герои из его команды. Очень мобильный пик получился у Радиент. Прыгает Рикимару, кидает тучка. Тучка такая себе. Ну и на развороте по горбу у Инфернеблейда бьет в Дум. Съедает крипа. Рубик такой тоже съедает крипа. Все, лишняя голда не будет лишней, как говорится, на саппорт позиции. Убивают Алхимика. Вспомнили НЛ-5, что так можно делать, что можно заходить и под ультой аппарата щелкать мидера команды ЕГА. И если они это продолжат, то они выиграют. Т1 падает на миде. Теперь мап-контроль лучше ОНЛ-5. Фидит рунец. Но ничего страшного. Хотя, может, что-то и страшное. Не понимаю, куда врывается Earth Spirit. Какая-то дизинфа. Ультуют, но сейчас умрет. Может быть, аппарат кинет ульт. Аппарат кидает ульт. Ульт промахивается. Ульту, конечно, было видно. Все от него клонились. Рубик тоже ворует ульту. Попадает по аппарату. Его же ульту убивает. И инбокера тоже. Минус 4 делает команда ЕГА. Очень заиграли СНЛ-5. Убили алхимика. Почувствовали какой-то кураж. И подумали, что можно дальше нагреть двумя саппортами. Нападать на четверых. Но не пошло немножко. Видимо, не было инфы на то, что их там четверо. Сложно сказать. Свен с ультой пушит Т2 на топе. Пока никто не дефает. Хотя сейчас силы появятся. Фурион, лестница. Нет, даже глифа нет. Он не получится просто задефать. Не добил тавер, но ничего страшного. Забрал и тоже хорошо. Вот если бы не лишний фит на боте от НЛ-5, то сейчас у них было бы все хорошо. Перейдем к нанотворцы. 10 тысяч имеет Свен. Догоняет его Алхимик. То есть Алхимик догоняет. Не все так гладко, как хотелось бы. Когда Алхимик догоняет. Хартлайнер и мидер НЛ-5 тоже находятся над керри и хардером ЕГА. Единственное, что хорошо у Радиантов, это Рикимару. Скоро он будет иметь диффуза. И саппортов можно будет щелкать в соло. Попадает ульта аппарата по Earth Spirit. Хорошая реализация дабл дэмэджа и ульты аппарата Рубиком. Бегает Мирана по чужому лесу. Что-то... Прошу прощения, лес-то свой. Просто... Обычно здесь бегает Алхимик. Как бы лес его. В фарме сейчас дофармит Аганим и ускорит. Довольно жадный получается пик. Но... В тимфайте ничуть не отстают ЕГА. Очень быстро будут фармить с Аганимной Мираной и Алхимиком. Плюс Фурион будет сплитпушить. Будет достаточно спейса для этого. Посмотрим, как НЛ-5 смогут ловить. Такой дикий сплит. Пушивает Миттер Спирит. Летит на топ Свен. Сейчас будет драться. Видимо. Нет, не будет. Просто прилетело отпушить. Нету детекшена на Мунлайт. Нака Мунлайт проюзан. Об этом уже есть инфа. Есть Лотар у Дума. Жаль, нету детекшена на Рике. Вернее, он был, но диффуза уже есть. Диффузами снял с себя Достыри Кемару. Кидает ветра инвокер по Патме. Но Патма очень сильный эскейп-хиро. Сейчас еще стики прожмет. У аппарата нету на ульту. Однако погибает. До Коцари под коллснэпом не отпустили. Ехает Рик. Не знаю, чем заняться. Тут уже делать нечего на миде. Но команда фармит. Значит, все хорошо. Убивает Курьера? Нет, не убивает. Все-таки убил Курьера. Попытался его расконтролить кто-то из НО5, но не успел. Минус Рубик на ровном месте. Блинк Даггер. Купил СВЕН и сразу реализовал. Есть 10-ти секундное БКБ. Можно будет хорошо подраться со следующим Гатстренджем. А может даже и без Кастренджа, если подолакрить и будет Зраке. Так-то неплохой скилл. Клифф прожимает ЕГА. Да, буду драться. Действительно, нападает Рикимару на инвокера, но у того форстап. Хороший выбор артефактов. Вот на полюшке. БКБ тупаут делает СВЕН, тут его никак не степанешь. Но давайте догоняйте, хотя бы Дума. Первый спирит тоже сделал тупаут. Дум ушел спокойно под рамсами, фейзами, еще и под Скорчетверсом. Эрву, Рошана. Неужели пойдут на Роша? Не, не пойдут, просто кидались. Эрву, на всякий случай. Вдруг там кто-то делал тупаут. Но тупаут там никто не делал. Вот, значит, Дум в лотаре. Кидается Дум на Рикимару. Хороший выбор цели. Ведь именно Рикимару здесь делает весь кипиш. Форснули очень хорошо Дума. И Дум в Дума попал. Дум, Дум в Дума. Украл скилл, кинул, но... Не особо... Это реализацией можно назвать. Кстати, гем появляется у Дума. То есть, он появился еще додолго, был кинут скилл на Рикимару. Видит... Оба игрока видят, что происходит. Рубик видит Дума, а Дум видит Сентри. Но Рубик все равно, понимая то, что его Дум видит, пошел что-то... Крутиться перед ним, танцевать. В итоге, его сзади обошел Эрспирид и наказал за это. Радианс, армлет, монтамп, алхимикам. Двадцать пятая минута. Ну, в принципе, сойдет. Мирана гоним. И потешечку. Вровень алхимик идет с керри команды 05. Вот уже в позиции Эрспирид. Отличные ветра залетают. За ними закатывается зеленая панда. Ульта аппарата попадет по Миране. И нужно ее добивать. Вот она ТП делает быстрее, камень став, сбил ТП, молодец. Минус Мирана. Бежит алхимик с накрученной банкой. Ну, прибежал и что дальше. А вот и Рикимару. Вот с Рикимару можно что-то придумать. Утимейт такой же тебе. Жьет Радианс. Аппарата дожигает, а вот Тайн Вокер пошел. Не догадались. Сейчас мимо ульта, хотя не мимо, задевает ульта аппарата Свена краешком. ВКБ прожимает Свен. Бегает алхимик в разные стороны. Свен по нему не попадает, бьет крипов. И расходятся команды. Топер стал алхимик фармить дальше. Дум в лотаре ходит, что-то ищет, но тут уже все кончилось. 3-700 имеет Дум. Интересно, что это. Это Шива или Радик? Сейчас узнаем. Может быть Хекс? Это БКБ БКБ, да, хороший варик Будет Таким, семи керри тоже Потом еще Возьмет волка Под волком будет очень хорошо Работать по Оппоненту Чекают варды С помощью аппарата Кидает он Лужу Ice Vortex И дум с гемом подходит БКБ прилетело Все тиммейты в сборе Можно собираться в файмон доту Кстати, смог уже имеется Сначала кого-то пиковнут А потом попробуют спушить тавер Пингует аппарат сюда Давай проверим, есть ли тут Детекшн Ну, варды есть ли Ведь детекшн есть у Дума Вот такой вот получается Смог В 4 плюс 1 Смен по миду Но это все считается Мне кажется, Смен бы просто так Соло не пошел бы по миду Доджит всю эту движуху Яга Ищут, ищут Но ничего не находят Просветочкой никто не юзает Ни одна, ни другая команда Поставили Два неплохих варда И это тоже хорошо Кстати, вот этот вард В смоке очень хороший Нету инфы у Егаана Этот вард Вообще не видели Даже не могут подумать Что аппарат Подходил сюда А теперь очередь Собираться в смок Уже Редиантов Как-то не особо Получается Вот видят Противника Видят аппарата Сразу просветочку Юзают Понимают, что аппарат Тут не один А вот и дум Из лотара Уже вышел Кочется Просто лотар Бегает Думает Кого же кинуть Дум Прожимаются Драмсы Варкрай Кидается Ветерки Эх Немножко не пошло Слишком много МС оказалось У алхимика Мирана топ Сплитит Ну и как против этого Сплит Пуша бороться Подошла пачка Убила Оп и липнулась Как хорошо Да Свен попал Станом Но Что дальше Ой Дум Тратится Тпшка сбивается Под ми Не повезло Купила Даггер Только что В боковом Магазине Но не так далеко Прыгнула Как хотелось бы Не расконтролила Ну понятное дело Нервничала Ведь За тобой бежит Свен Ну и Не было Инфы никакой Что Дум сейчас Может подойти Избить тебе Тп Вот и Аегис Потратился Интересно Слышно ли Это в инвизе Убивает Фуриона Тут же Ульта Аппарата Залетает Минус Фура А за ней Минус Инвокер Должен быть Диффуза Заюса Рубик помогает Своему Саппорту Не получается Да получается Сейчас прыгнет Рикимару Не хватает Ринжи Не хватает Ринжи Или не прокликал Непонятно Приехали Два Саппорта Сейчас Убьют Рикимару А Эрспирит Не отпустит Рубика Не будет Он Юзать Стан Уже И можно Рубика Нет шансов Выйти отсюда Живым Хорошие слоты У Свена Все таки Фрифарм 30 минут Ни разу Он не умер Да и его Не особо И пытались Убивать Во первых Это герои Который Сам инициирует А не у него Инициируют Во вторых Пик у Яга Спритпушащий Наравнее Он идет С алхимиком Только у алхимика Есть монетка А у Свена Фрифарм Вот и вся разница Алхимика Четыре раза Убивали 250 крипов На 30 минуте Он имеет Три раза Его ганканули С аппаратом Очень удачно Навязывают Свою игру НЛ5 Играют 4 плюс 1 Со Свеном Получается Что Свен то фармит Довольно быстро Уже 376 крипов А на алхимика Постоянно нападают Заставляют его Убегать Доджить Какие то драки Тпшиться В другие места Не добивать Крипов Давят Сильно давят Есть Ауты У Ега Есть Хорошие Варики Для Спритпуша Вот этот вард Он очень хорошо Палит Что алхимик На самом деле Делает И куда он Сейчас полетит На этом Можно его Ловить С аппаратом Вот уже Дум Видел Куда пошел Алхимик И встречает Тут же его Мунлайт Не особо Помогает Потому что Есть гем А что он Делает Алхимик Не в кусах Был Сторию Что есть Гем У Хотел Как-то Сныкаться Странно Залетает Эра В БКБ Минус Хурион И алхимик Рикемары Сейчас тоже Убьют Даже Килл Не получится Урикит Сделать Разбивают Тпшку Рубику Очень хорошая Реакция Торрис Спирита И пора Заходить На хайграунд Байбек Это алхимик Смен Разученный Ну Табар Он покосает Никто ему не мешает Опа Прыгнул на голову Раз крит Два крит И ульта Не помогает Можно писать ГГ 80 секунд Без мейнкерри У ЕГА Это минус Две стороны А то и три Прожимают Глиф Не хотят Проигрывать Эту квалификацию Думаю Что Ну ладно Еще получится Попробую Четвером Задефать Хотя бы Третью Сторону Забираю Две стороны И отходят А больше Терять И нечего Зачем Драться Против Четверых Еще с риском Проиграть Драку Можно Просто Отойти Это правда Не получается Получается Оказалось Кулдаун Нарро был И больше Цеплять Нечем Больше Сплитпуша Нужно Команде ЕГА Может быть На сплите Как-то Не выйдут Хотя Хотя Против Такого Ганка Еще Пика Не особо Посплитишь Универсальный Пик Получается 05 Во-первых Сильный Ганк Засал Во-вторых Неплохой Сплитпуш И Пуш Тоже Да Вначале ЕГА Хорошо Наромили Но Кобей Это Не привело Вот здесь Были Какие-то Хорошие Роминги А потом Туда-сюда Из Экидона На графике Этого Не видно Потому что Все время Оформил Свен Просто 05 Навязывали Игру Сбираю Трошанчика Интересно Будет ли Здесь Какая-то Драка Воруется Скилл Ничего себе Даже Айс Бласт Поймал У меня есть Вортекс Не какой-то Еще Скилл Айс Бласт Имеет Рубик Нажимается Мунлайт Кидается Айс Бласт Об этом Не знают И он Попадает 7 секунд Длится Этот Айс Бласт Сморованный Забирают Рошана Без проблем Да Если бы Был агоним Рубика Но Какой тут Агоним Здесь Здесь Даже Драмсов Не собрано Все Пар Метал Химик Имираном Довольно Жадно Саппорта Нигде Найти Деньги Культом Аппарата Парят Фуриона Культом Мимо Фурион Убегает Даггер Не успевает Откадешиться Да и Прыгать туда Это Прыжок В одну Сторону Очень много Слотов У Свена Он уже И муншард Съел И грязь Женые Тривова Имеет Осталось Только Сатаник Нафармить Этим И занимается Но не забывает Про Байбэк Сатаник Ему Не обязателен Он и так Довольно Силен 29 тысяч Имеет Преимущество Ближайший Предследователь 22 тысячи 7 тысяч Разница По сути Свена Соло Может развалить Всю команду Пытается Алхимик Фармить Очень быстро Что-то Приостановился Не хочет Зафармить Второй Кемстаг Ну ладно Значит Не так быстро Контролил Иллюзии Походу Что-то Рисуется На карте Какие-то Заходы Go to Go сюда Чекают Лес НЛ5 Стан В иллюзии Аллакрити Но иллюзии Сами Кончились Находят Doom С аппаратом Рики Марвел И Гем Теряет Рики Не попадает Стрела Ни по кому По центре Увидели Doom Спалили Что здесь Есть Сентри Да Он и сам Спалил С гемом На Последнюю Сторон Заходят НЛ5 Вся команда В составе Эрву Какой хороший Попал в Doom Будет ли что-то Нет Ничего Не будет Просто Warcry Тратится Ну На Warcry Развели Считаем Что Без Рики Не хотят Драться Понятное Дело И тучка И диффуза Все это Полезно Ох Если бы В инвокера Стрела Попала Вторую Стрелу Уже Ловит Doom Аганим Умеет Торспирид Притягивает Свою тиммейт Чтобы не было Лишней Инициации Ульта Аппарата С ворованной Рубиком Попадает По инвокеру Прилетает Сюда же Фурион И алхимик Тоже Жжет Алхимик Жжет Ульта Аппарата По алхимику Больше алхимик Не будет Никого Жечь Пайбэка У него Нету Разучивается Рикимару И пишет КГ Команда ЕГА Поздравляю НЛ5 С победой Четвертый Раунд Они переходят Будем следить За ними Дальше А пока Перерыв Продолжение следует